К нашему эфиру присоединяется политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Челенко. Игорь, рад приветствовать. Добрый вечер, приветствую вас. На ваш взгляд, в чем основная новость, основной цимис в этой истории? В том, что Россия от пропаганды переходит к новым попыткам диверсии, в частности, физической диверсии, поджоги, попытки поджогов и так далее, и, возможно, дойдет до политицида? Или в том, что западные государства ныне выражают полную готовность бороться с подобными проявлениями агрессии со стороны Российской Федерации? Я думаю, и то, и то на самом деле. Со стороны Российской Федерации все используется для дальнейшего повышения ставок, как это рассматривает РФ, для определенного условного большого договора, как они это себе видят, и для перераспределения сфер влияния. А для стран Запада, конечно же, это сигнал, хватит недооценивать сегодня кремлевский автократический режим, необходимо действовать, необходимо усиливать контрдиверсионную деятельность и другую борьбу с проявлениями российского влияния на территории западных стран. Одна из попыток вот этого влияния на территории западных стран, это, естественно, пропаганда, этим уже далеко никого не удивишь, но каждый раз российская пропаганда пытается находить новые темы для того, чтобы распространять дезинформацию. На сей раз это касается темы легитимности украинского президента. 21 числа текущего месяца заканчивается тот срок, когда нужно было уже проводить бы новые выборы, однако в существующих условиях подобные выборы проводить невозможно, президентские выборы в Украине. Каким образом сейчас российская пропаганда использует эту тему и как на Западе реагирует на это? Российская Федерация сейчас действительно в 20-х числах мая усилила сегодня каналы спуска месседжей, где они используют такие триггерные слова, например, там узурпатор, там просроченный. И еще подобными путями пытаются унизить законно избранного президента Украины, который находится во главе государства, которое обороняется от российской агрессии. Но, к сожалению, для кремлевского режима это не воспринимается сегодня в странах Запада. Мы видим и в публикациях медиа, где есть, конечно, констатация вот этой ситуации с точки зрения как раз атаки российской пропаганды, но, тем не менее, никто и близко не ставит под сомнение законность и легитимность нынешнего президента Украины Зеленского, поскольку все прекрасно понимают, что после окончания военного положения в Украине незамедлительно будут проведены выборы и, очевидно, переизбран не только президент, но и новый состав парламента. И лишь ситуация в сфере безопасности сегодня не позволяет провести соответствующее голосование. Хотя, да, нам предлагали, там, можно цифровое голосование, можно еще что-то, ну, имеется в виду неофициально. Дать возможность стране-агрессору дополнительно повлиять на ситуацию в стране. Я вам скажу честно, на самом деле проведение выборов в такой сложной обстановке создаст больше поводов для проблем с легитимностью, нежели в нынешней такой закапсулированной ситуации. Поэтому продолжаем мы дальше бороться, продолжаем работать в едином кулаке. Ну, это, конечно же, мы понимаем, что и дальше Кремль будет давить на эту тему. Я вам еще хочу сказать даже более. Тот же месседж, который они кидают сейчас касательно президента Зеленского, в конце августа месяца они с тем же порывом могут уже и обращать внимание на нынешний состав Верховной Рады. И даже поднимать вопрос о якобы нелегитимности всей украинской власти. Я вас уверяю, Кремль к этому придет и очень быстро. И они уже поднимают градус, очевидно, будут подсвечивать этим свои военные действия, которые сейчас происходят непосредственно на фронте. Да, августа месяца совсем недолго, поэтому увидим, воочию убедимся в правоте ваших слов. Интересный момент, что в Евросоюзе, в Еврокомиссии в частности, сказали по поводу этих вбросов со стороны Российской Федерации. Европейская правда цитирует слова Петра Стану, это представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам. На брифинге он заявил следующее. Напомнил, что Украина не может провести свободные выборы, потому что находится под ударами российских ракет, беспилотников и бомб, а миллионы людей стали перемещенными лицами внутри страны и за ее пределами. Цитирую. Организовать выборы в такой ситуации невозможно. Разве при таких условиях можно собирать людей на избирательных участках? Они станут мишенью Путина, отметил Стана. Он также подчеркнул, что в Украине сейчас нет условий для проведения свободных и честных выборов из-за российской агрессии со всеми признаками грубого и отвратительного поведения российской армии и политического руководства в Кремле. Окей, то есть в любом случае любая пропаганда со стороны Российской Федерации или попытки повлиять на ситуацию, если они не имеют откликов тех государств, в которых пытаются распространить эту дезинформацию или эти нарративы, значит, она не приносит ожидаемого результата для России, для страны-агрессора. А в каких государствах, по вашим собственным наблюдениям, подобные нарративы все-таки набирают обороты? Ну, в тех государствах, где активно работает российская агентурная сеть, где, ну, возможно повлиять на мнение общества, где, ну, скажем так, поддержка Украины не настолько сильная. Конечно, очевидно, что идет обработка в Венгрии, в Словакии, ну, в Словакии там сейчас они более заняты своими внутренними делами, понимаем ситуацию с ФИЦА. Сейчас идет нарастание такой пропагандистской деятельности в Италии, в Германии, во Франции, в Чехии, кстати, и, ну, в ряде других стран, в Австрии, например. Поэтому сейчас, ну, понимаете, вот ситуация в чем? Сам по себе вот этот концепт о якобы нелегитимности, он не живет абсолютно. Но он используется в том числе для поддержки вот той фактически созданной Кремлем идеологии нынешней агрессии против Украины, которую сам же и фактически озвучил Путин, когда он опять сказал, что почему он пошел войной на Украину, поскольку в 2014 году был переворот. То есть на самом деле он вот эту тему нелегитимности по сути ведет аж 10 лет, и для него единственным легитимным был, ну, видно, Виктор Федорович Янукович. А тогда вопрос, а почему он тогда пожимал руки двум украинским президентам во время переговорного процесса в рамках Минска? Ну, помним, и ряд встреч и того же Порошенко, и 19-й год, встреча непосредственно уже во Франции в декабре месяце. Как-то тогда Путина не смущало, а теперь же он себе позволяет давать абсолютно неуместные какие-то советы касательно конституционного суда, еще что-то. Ну, на самом деле мы понимаем, что просто Россия ищет очередной повод, чтобы оправдать бессмысленную, немотивированную агрессию против всего украинского народа. В Украине разгон подобных нарративов или попытка разогнать подобную дезинформацию или этот нарратив, это тоже действие или воздействие, результат российской пропаганды, или же есть определенные силы внутри Украины, которые заинтересованы в том, чтобы эта тема активно обсуждалась? Частично это работа российской пропаганды, частично это желание определенных политических сил изменить, например, состав исполнительной власти, то есть состав кабинета министров, внести правки в конструкцию нынешней Верховной Рады, потому что есть понимание, поскольку нет выборов, хочется же занять более серьезные позиции, например, переформатирование коалиции. У каждого свои мнения, и вот эти вкиды со стороны Российской Федерации, они используются разными силами для своих целей, но мы должны понимать, что сиюминутный политический интерес и как видится участникам этого процесса, возможно, даже какая-то политическая прибыль, но она несущественна в соотношении и в сравнении с тем, что она усиливает вот эту российскую кампанию, и я считаю, что в эти тяжелые сейчас периоды, когда Российская Федерация пошла на усиление наступления, конечно же, необходимо показывать целостность стороны разным политическим силам и не впадать в определенные политиканские действия. Хотя мы тоже понимаем, что та же Верховная Рада, как я уже сказал, уже пять лет будет в августе месяце после первой сессии, и поэтому уже, знаете, есть внутреннее желание пойти на выборы, попытать счастье, то есть это как раз и показывает разницу украинского народа и украинской элиты, украинских политических сил от той же России, от автократии, тем, что у нас все-таки есть желание где-то смены власти, где-то периодичности проведения выборов, реальных, настоящих выборов. Поэтому, собственно, это и подогревает сейчас определенные политические телодвижения внутри украинского политикума. Игорь, вы тут в суе упомянули беглеца Януковича, так вот далее в эфире мы в сюжете расскажем о судьбе его вероятного родственника. Вас благодарю, Игорь Челенко, политолог и председатель Центра анализа и стратегий, за то, что поделили свое мнение. Спасибо большое. Продолжение следует...